Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас будет расклад общий на следующую тему. К какой ведьме обратиться за помощью? Потому что часто люди смотрят огромное количество предложений, какие-то рекламы в интернете, слушают знакомых. И в конечном итоге, даже понимая, что есть определенный негатив, что нужно почиститься или по какому-то другому вопросу требуется помощь специалиста, когда человек не может понять иногда, к кому обратиться на самом деле. Но я обычно советую обращаться к тому, кому лежит душа, если есть определенные отзывы от ваших знакомых. То есть сарафанное радио – это одно из самых надежных, скажем так, подтверждений того, что человек работает и дает результаты, когда вы видите действительно тех, кто получил помощь определенную, ему помогло. Что касается ситуации в интернете, потому что огромное количество и на ютубе, и создающих сайты людей, которые, вот знаете, скажем так, стремятся помочь и хотят действительно оказать магическую помощь человеку. А есть такие, кто просто зарабатывает на этом деньги и могут, в принципе, вас обмануть. И вот если сейчас, на сегодняшний день, вы, в принципе, не знаете, к кому обратиться и думаете, а как узнать того человека, с которым что-то совпадет, то вот это гадание, оно для вас. По этому поводу не было вопросов под специальным видео на канале, где вы можете оставлять свои идеи для общих раскладов. Я ссылочку на него в прикрепленном комментарии обязательно оставлю. Но в личку подобного рода вопросы задавались и, естественно, в личку всем отвечать времени нет, поэтому я решила помочь тем, кто не может определиться с выбором и просто сделать в данном случае общий расклад на эту тему. Я думаю, что она будет многим интересна. Здесь карты, которые не говорят о конкретно загаданном вам человеке, а просто карты, которые будут говорить об определенных признаках, по которым вы узнаете того человека, который действительно способен вам помочь. То есть какая это будет ведьма. Смотрите, здесь у нас картинка следующая. Получается 8 вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой вариант. В данном случае вы можете загадывать хоть по номеру варианта, хоть карта вас какая-то притягивает своей рубашкой, и вы не можете просто выбрать другую. Ну или ловить потоки и, например, загадывать карту, которую я открою третьей, которую я открою пятой, которую я первой открою. В общем, как вам нравится, так вы можете загадывать. И можете затем даже написать, конечно, я буду рада почитать, какой вариант вы предпочитаете выбирать. Вот как вы именно выбираете. Причем уловите тонкую грань. Комментарий не о том, как я раскладываю карты или как я предлагаю выбирать, а о том, как выбираете вы. То есть как именно вы решаете для себя этот вопрос. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, он сегодня первый у нас по порядку открытия. Здесь карта говорит о том, что вам лучше выбирать человека. Я заодно, видите, сразу показала поближе, для того, чтобы вы смогли рассмотреть этот аркан. Вам можно выбирать достаточно молодого человека для этого. Но иногда возраст не совсем ясен. Бывает так, что действительно вы не видите лица того, к кому вы обращаетесь. Соответственно, и по возрасту здесь, наверное, не стоит подбирать. Здесь в данном случае вам подойдет человек, не многословный, не тот, кто будет размазывать с вами вместе сопли, достаточно скупой на слова, скупой на эмоции, как может показаться на первый взгляд. И в данном случае вот это немногословие, скорее всего, будет обусловлено тем, что человек больше делает, чем говорит. И это правильно, потому что посокрушаться по поводу вашей проблемы может с вами и подружка, сидя на скамеечке, или в какой-то кофейне, или за рюмочкой коньячка. А вот что касается специалиста, он должен оценить, он должен четко понять, что происходит, и он должен вам говорить по существу того, что он дает, того, что вам нужно делать. Какие-то пространные, если начнутся размышления с его стороны, если начнутся какие-то пространные сообщения в ваш адрес после вашего обращения, то вас это должно насторожить. Значит, что-то не совсем правильно в этой ситуации. Ну и здесь есть еще один нюанс, есть еще один совет. Если вы работаете уже с каким-то специалистом, и он подходит под эту характеристику, хотя бы от части, поскольку расклад, естественно, не индивидуальный, он общий, и мы стараемся уловить максимально возможную идущую информацию для всех нескольких тысяч, которые будут смотреть этот расклад. То есть если вы сейчас уже работаете с человеком, и он подходит, особенно под то описание, которое было дано мною, касаемо общения с вами, то вам стоит продолжать работать именно с этим специалистом. Причем неважно, мужчина это или женщина. Но если вы уловили его волну, если вы понимаете, если он подходит под выше данное описание, то лучше оставаться в работе с этим человеком и не перескакивать с места на место. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, он у нас второй по порядку открытия, ну вот здесь вот, знаете, ложится очень интересная карта. Карта говорит о том, что вам в данном случае нужно работать первое, либо с деликатным человеком, не грубым, не резким, таким достаточно дипломатичным, который в первую очередь не позволяет себе как минимум матерных выражений, потому что бывает очень часто, что не гнушаются использовать любые слова. Но дело в том, что каждое слово это очень важный момент, это очень важная информация, которую мы отправляем в космос, которую мы отправляем в мир вокруг себя. И если вы понимаете, что у человека, ну скажем так, одна сплошная грубость и ноль деликатности, то это не тот человек, с которым вам надо работать. И здесь лучше выбирать того, кто может быть покажется немножко хитрым, но при этом будет очень деликатно выражаться. И есть еще один, ну вот здесь сейчас бомбический просто эффект, может быть, сейчас вы удивитесь, что я посоветую. Обратиться к тому, кто вас изначально обманывает, если вы находитесь сейчас в состоянии, ах, обмануть меня не просто, я сам обманываться рад. То есть, если вам неоднократно ставили отсутствие порчи, и вы к одному специалисту пошли, сказали, что на вас ничего нет, к другому специалисту пошли, сказали, что на вас ничего нет, и вот так вы ходили, 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 и наконец-таки просто с боем убедили какого-то специалиста, что на вас все-таки порча есть, и он взялся с вами работать, то лучше обращаться к тому, кто толком ничего делать не будет. Самое главное, что он вам при этом не навредит. То есть вот здесь вот может быть и либо действительно действующий деликатный специалист, вежливый, не употребляющий в первую очередь матерных слов. Или это может быть специалист, который, ну вот знаете как, скажем так, может петь вам красивые речи в уши, но при этом ничего делать не будет. Зато он вам не навредит и не искалечит вашу энергетику. Но единственное, что, конечно, может пощипать вас насчет финансов. Но здесь та ситуация, когда лучше отдать деньгами. Для тех, кто выбрал третий вариант, он третий по порядку открытия у нас. И вам стоит обращаться к специалисту, который реально работает. То есть есть огромное количество сейчас, и это очень модно, просто каких-то сопливых рассуждений на тему, а вот я работаю, а никто не работает. То есть если вы видите человека, который начинает ныть о том, что вот я бедненькая или бедненький, несчастненький, я каждый день не покладая рук работаю, а вот никакого результата нет. А вот есть фейки, которые там набирают огромное количество, там то подписчиков, то клиентов непонятно как. Если вы видите ноющего человека, который вместо того, чтобы заниматься делом, размазывает сопли, снимает по 10 видео в день и выкладывает их. Я не говорю о видеорабочих, я не говорю об общих раскладах, да. Я не говорю сейчас об этом. А просто какого-то человека, который вот расплывается мыслью подреву и такое ощущение, что постоянно ходит с камерой или диктофоном и записывает какие-то свои измышления, это, наверное, означает, что человеку досталось очень много свободного времени, и он просто не работает. Поэтому советую искать того человека, в котором вы почувствуете любовь к своему делу, когда вы будете понимать, что человеку нравится то, что он делает, когда вы будете видеть, что то, что он или она делает, это красиво, и вы будете видеть рабочий инструмент хорошего качества и в достаточно большом количестве, вот к такому специалисту вы можете обращаться. То есть, если вы видите, например, идете, я не знаю, к литотерапевту и видите, что у него три камушка всего лежит и вот все, да. А как же, если лечение камнем, вы не видите какого-то сопутствующего, адекватно просто должного быть на этом месте реквизита. Вы должны понимать, что у человека достаточно много материала, с которым он работает и что он любит свое дело. Это должно чувствоваться. То есть, вы должны ощущать, что человеку, магу, ведьме нравится то, чем он или она занимается, и тогда это действительно ваш человек. Для тех, кто выбрал шестой вариант, он у нас четвертый по порядку открытия. Ну, здесь ложится карта, которая говорит о том, что если вы уже обращались к человеку на определенном этапе и сейчас был какой-то промежуток, после которого вы решили, может быть, поискать кого-то новенького, может быть, посмотреть в какие-то другие, да, перспективы новых знакомств, то карты говорят о том, что не стоит этого делать. Карты говорят о том, что стоит рассмотреть еще как минимум двух-трех специалистов, но при этом не скидывать со счетов того, с кем вы работали уже. И по большей части здесь карта говорит, конечно, о том, чтобы вам вернуться к тому, с кем вы уже работали. Что значит вернуться? Вернуться – это значит, что если вы сейчас, вот, допустим, поработали месяц назад с человеком или два месяца назад с человеком, а потом просто от скуки начали искать что-нибудь другое, вы имеете право смотреть, искать, но если уже действовало, если работалось комфортно, эмоционально, если человек вас не подвел и выполнил все договоренности вовремя, то вот к такому специалисту лучше вернуться. Ну, это, в принципе, объективная такая вот ситуация, которую нельзя упускать из виду. И это вот тот случай, когда старые связи, но они могут быть не особо старыми, они могут быть буквально, скажем так, налаженными в последние несколько месяцев, в последние пару лет, но при этом должно быть обязательное условие. В свое время, когда человек с вами совершал какие-то ритуалы, он выполнил все точно и он выполнил свою работу. Вы должны быть уверены в том, что он делал то, что он обещал и в том, что он не исчез, не подвел. Вот к такому специалисту просто можно вернуться. Скорее всего, это уже знакомый вам человек. Для тех, кто выбрал у нас вторую позицию, она у нас пятая по порядку открытия. Здесь вообще ложится интересная карта, которая может указывать на конкретно взятую личность. Карты в данном случае рекомендуют вам обратить внимание на мужчину. На мужчину в возрасте старше 40-42 лет. И это вот мужчина, знаете, такой достаточно, скажем так, спокойный, уравновешенный по характеру. И мужчина состоявшийся и состоятельный. То есть это не начинающий специалист. Это специалист, который, ну, как минимум лет 10 уже работать должен. К такому человеку идти можно. Но опять же, иногда такая карта, которая говорит о мужском начале, то есть она нам показывает короля, она показывает нам, по сути, мужчину. Она может говорить и о женщине с таким достаточно твердым, волевым, но адекватным характером. То есть это должен быть тот человек, у кого характер достаточно ровный, достаточно спокойный, рассудительный и при этом не выдающий каких-то истерик. Да, вот таких вот всплесков странных, непонятных, которые могут повергать в замешательство. Для тех, кто выбрал пятую позицию, она у нас шестая по порядку подъема. И карта говорит о том, что вам пока рано решать, с кем вам работать. В данном случае ваше решение, может, давайте мы сделаем, скажем так, дополнительные выкладки и возьмем подсказку зала, называется, подсказку колоды. Первый и второй вариант. Загадывайте дополнительный первый или второй аркан, который выложен. Для тех, кто загадал первый дополнительный вариант, здесь ложится женщина. Женщина, возможно, знака огня. Но я, как всегда, напоминаю, что я не люблю прямые параллели второй астрологии. Поэтому здесь лучше, вот знаете, обратить внимание на педантичность. Вам лучше выбрать, если есть сейчас вариант, выбирать из двух, из трех специалистов. Женщину, которая может быть педантична, которая иногда может напоминать бензопилу дружба, которая запилить до смерти, но сделает все как надо. И при этом женщина, ну такая вот, может быть, даже где-то обидчивая, с немножечко непроработанной гордыней. И есть определенный еще вариант, человек должен быть перфекционистом. То есть вот это та дама, которая хочет сделать все очень хорошо. При этом она следует традициям, и это не будут какие-то новомодные течения. Для тех, кто загадал второй дополнительный вариант, карта говорит о том, что вам вообще пока что не стоит обращаться к помощи специалиста. Вам сперва надо понять, чего вы сами на самом деле хотите, и чем вы готовы пожертвовать для того, чтобы получить именно то, что хотите вы сейчас. Для тех, кто выбрал первый вариант, здесь у нас ложится карта. Ой, красота какая ложится у нас здесь. Мужчина. Мужчина, который давно работает в магическом аспекте. Специалист, который, ну вы знаете, во-первых, как минимум лет 15-20 работает. Мужчина в возрасте старше 40-45 лет. Тот, кто имеет определенный вес в обществе и определенную известность. То есть это может быть даже обращение к какой-то известной личности, к какому-то достаточно такому популярному специалисту. Но при этом, вы знаете, если говорить о том, может ли это быть женщина или нет, нет, это скорее мужчина. Но при этом, если все-таки вы не хотите... Вот бывают девчонки, которые говорят так. Я принципиально не пойду к мужчине. Ну вот некомфортно мне, не хочу работать, да, вот какую-то подноготную свою ему излагать. И в данном случае может получиться следующая картина. Вы можете пойти тогда к женщине. Но эта женщина должна быть работающей не менее 10-15 лет. Она должна иметь определенное имя, определенную репутацию. И это тот специалист, который стоит дорого. То есть вот в данном случае этот момент, этот аспект, он немаловажен. Как бы это ни звучало сейчас, может быть цинично в данном случае. Но что видим, то и поем. Как говорится, лучше получить вовремя правильную информацию, нежели долгое время пребывать в неведении. Ну и конечно кэп очевидность для тех, кто выбрал у нас седьмой вариант, он восьмой по порядку открытия. Вот здесь как раз таки ложится карта, которая говорит о том, что вы вообще находитесь в той ситуации, когда можете, вот просто кому вдохновение такое вот испытали, к тому и идти. То есть ваш первый импульс такой, вот знаете, как будто бы ток прошедший по вам, он будет говорить о том, что ваш выбор в данной ситуации, в данном случае правильный. И абсолютно не важно, будет это мужчина, будет это женщина, будет ли это юного возраста товарищ, или это будет уже маститый какой-то специалист с там допустим третьей жизнью в роли мага. Это абсолютно не важно. У вас должно щелкнуть, должна пройти искра, должны может быть даже полетать какие-то звездочки в глазах, когда вы думаете об этом человеке. И вот в том направлении, что вас воодушевит туда и идти, потому что в данном случае карты говорят нам напрямую. Ваше воодушевление собственное и ваш всплеск энергии будет иметь гораздо большее значение, чем сам по себе специалист, потому что здесь любой специалист, который вполне адекватен, настроит вас на такую волну, что вы буквально свернете горы. То есть самое важное делать это сразу, как только вы почувствовали желание такого поступка, потому что иначе позже у вас могут немножечко, ну вот знаете, как измениться направление, измениться приоритеты, и тогда выбор нужно будет делать заново. Я надеюсь, что данный расклад был интересен и, конечно, хочу, чтобы вы написали, а к каким, ну не обязательно, это не с именами, естественно, делается, а вообще насколько часто вы обращаетесь именно к магам, к ведьмам, к колдунам, и какие результаты они давали для вас в жизни, и каким образом раньше вы совершали выбор того, к кому вы обратились впоследствии. Думаю, что интереснейшая, конечно, тема сегодня у нас. Для тех, кто хочет заказать личный расклад, вы можете это сделать. Все мои контакты в текстовом описании данного видео. А я всем желаю удачи, до встречи, до свидания.